Два дня мне понадобилось для того, чтобы записать это видео. Кто-то скажет, да ты же ленивая задница, и знаете, в чём-то вы правы. Но записывать эту серию пришлось реально долго. В общем, запись длилась 5 часов, а на выходе вы получаете 14-минутный ролик. Понимаете, да? Постарался вырезать для вас самое интересное. Кстати, предлагаю вам угадать, в какой момент видео у меня начался новый день. Если угадаешь, поставлю сердечко. Напомню, что сутью нашего эксперимента, если это так можно назвать, было посмотреть на то, смогут ли все группировки вместе дать отпор Монолиту, или всё же Монолитовцы настолько сильны, что всех разнесут. В общем, в этом видео вы всё узнаете. А если хотите посмотреть сначала, ссылка на плейлист будет в комментариях. Приятного просмотра, муа! Ну что? Захватил я, значит, полностью радар. Ну как захватил, по крайней мере выбил оттуда Монолитовцев. Да, мы видим, что Свободовцы вроде бы как сюда идут. Переходят, да, ещё целая куча отрядов переходят. И я полагаю, что они сейчас в итоге придут, всё захватят, и не дадут Монолитовцам тут снова возродиться. Да и не возродятся Монолитовцы, потому что им придётся идти отсюда. Хотя, ну, я сомневаюсь в этом. Сейчас мы с вами находимся на территории локации окраины Припяти. Захватить их не составит особого труда. Далее у нас госпиталь. Я надеюсь очень, что наши сами захватят госпиталь. Если что, я им помогу. Как только мы захватываем окраины Припяти, мы идём захватывать центральную Припять. А после неё только одна дорога. На... Чаес. Ты чё, дядь? Я такой, короче, видео снимаю, он такой, опа, в кадр залез такой, да? Сцелься у меня. А чё такое случилось-то? Ко мне чё-то присосался или... Ты чё на меня смотришь-то? Хотел у тебя спросить. Что ты делаешь, да? Нет, он мне ничего не говорит. Ладно, хорошо. Ребят, вы чё, я не понял вообще? Чё происходит? Я свой, оло. Вы испугались военного? Может, ты хочешь, эй? В команде давай действовать. Давай, говорит, без проблем. О, 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 блядь, игра сейчас вылетит. Ненавижу, когда она зависает. Мне это ни о чём хорошем не говорит. Ну, у нас 4 человека под контролем. Это уже хорошо. Значит, мы с вами... Куда пойдём? Куда вообще ребята двигаются? Центр Припяти, сгоревший лагерь. Центр Припяти, сгоревший лагерь. Оба отряда идут туда. Алё, подождите-ка, а кто будет захватывать окраины Припяти? Ну, по-видимому, я сам. Ну, хорошо, без проблем. Давайте попробуем. Я думаю, что за эту серию мы точно управимся. Мы точно захватим всю зону. Ну, блин, это будет странно, если мы этого не сделаем. А, патрон-то у меня нет. Ооо, а тут ещё и бюреры. Ты... Ах ты, псина, конечно, ты не накрашенная, а? Монолитовцы на точке. Я несу тебе цветочки. Кстати, за мной ещё кровососы бежали. Надеюсь, что они где-нибудь там сзади остались. Аптечек нет, ничего нет. Если меня убьют, то... Если меня ранят, если в меня попадёт хоть одна пуля, то всё. Это будет GGVP. Ооо, тупенькие. Тупенькие снова, короче, застряли в двери. Я это обожаю. Ооо, неужели мне придётся сюда идти? В это радиоактивное место? Ну, шо же вы будете делать, дядя Петя? Может, мне вам кинуть гренату Еф-1? Получи пулю, гад. Ой, блядь, бегим. Так, вот так-то будет лучше. Вау! Так. Окей. Где эта дура? Походу, возле двери был только один, я его слил, и это мало. Ещё целых пять человек, тут у меня нет антирада. Тут радиация жрёт, прям вообще жрёт. Вы же не хотите, чтобы я подох тут? Без аптечек, без всего, у меня ещё и патронов нет. Найс. А шо это вы решили по мне стреляться? Зачем стреляться по мне? Я всего лишь добрый военный, который хочет выпустить ваши... Кишочки! Это ты, это... Как ты б... Что мы можем видеть? Кинотеатр Прометей. Я зачистил, но, понимаете, мои... Либо глупенькие, либо какие ещё, но они вроде как ничего не идут и не захватывают. То есть они просто, ну да, сидят такие, окей, мы пусть никуда не пойдём. И это меня немного напрягает. Никуда они вообще не пытаются идти. Что это такое? Те два отряда, значит, уничтожили, которые шли куда-то, и то в центр Припяти. И всё. Почему вы не захватываете окраины Припяти? Чем плохая эта локация? Не знаю. Штурм речного порта, да? Он так называется, речной порт. Даже зомбари, блядь, чё-то тут шевелятся. Не, они не шевелятся, они просто, типа, ходят, чё-то там сидят. Зомбированные ничего не захватывают. Это вообще овощи, к ним никаких претензий быть не может. А вот монолитовцы... Опа! Здрасте. А вот наши сталкеры, которые там, блядь, сидят в прачечной. Ничего не делают. Вот к ним у меня вопрос. Какого чу... Турта. Да, зомбированные захотели проход к выжигателю. Это очень-очень грустная история. Это плохо. Да, надо было, чтобы наши захватили, потому что они бы тогда шли, по сути. Но нет, вроде у них есть база под контролем, они должны спауниться и переться вот на эту локацию. По идее, так должно быть. Так бы сделал любой нормальный клан. А что мы видим пока? Пока все прутся именно к радару зачем-то. Непонятно, чё им там надо. Кто-то там в пути провод идёт. Кто-то, блядь, в бою. Всё, упа... Я уже минут 10 наблюдаю, как они стоят в бою. Упавший вертолёт. Да с кем вы в бою-то? Ну всё. Тих, я не знаю. На этой локации больше нету точек под контролем у монолита. Тем временем началось вторжение в частную жизнь монолитовцев. Вау. Да, у них тут все точки под контролем, и это будет большая запара всех их зачистить. Ах, ну ладно, чё поделать. Потом уже начнутся... Ой, здрасте, забор покрасьте, остальные верхние локации. До свидания, спасибо за внимание. Да, ребят, это, блин, довольно-таки много времени займёт. Понимаете, это запара. Это даже не то, чтобы невозможно, как бы, нет, это вполне себе реально. Мы убьём сейчас всех монолитовцев. Самое запарное это минус время. Но я всё равно всё постараюсь ложить в один выпуск, чтобы... Ну зачем? Ну что тут? В принципе всё понятно, ведь правда? Какое красивое колесо обозрения. Я не знаю, всё время, когда я мимо него прохожу, у меня почему-то... Эх, завораживает этот вид. Да. Колесо, на котором больше не покатаешься. У меня в городе тоже есть колесо обозрения. И оно реально очень стрёмное. То есть, ну конечно, оно выглядит посолиднее, чем вот это. Оно не такое ржавое. Но в целом, это очень стрёмная фигня. Ооо, да ладно. Чё-то они там начали. Куда-то они пошли и что-то пытаются захватывать. А вот давно надо было бы. Так что давайте поскорее захватывайте всю локу и отправляйте уже ко мне людей в центральную Припять на подмогу. Как это вы вообще слоупочные какие-то ребята? Сейчас ведь монолитовцы снова там припрутся и захватят точки и вся моя работа на смарку. Не могу последнюю дуру увидеть. Из-за этого точку не отдают мне опять. Бррр. Штурмую главную базу монолитовцев. Я вам это не мог не показать. Хи, стрёмно. Очень стрёмно. Монолитовцев тут чересчур много, хотя и довольно-таки мало. Нет, давайте будем откровенны. Шесть человек сейчас захватывает миникарта. Я не понимаю, куда все монолитовцы подевались. И сейчас вечереет. Так что мне эту базу надо по-любому сейчас зачищать. И я на ней тут же лягу спать, чтобы денёчек наступил. Конечно, это для меня чревато тем, что появятся новые монолитовцы. Да. Но ладно, ничего страшного. Я их разнесу. Да, 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 да. Ой, какие лучики. Ой, как я... Мне так нравится стоять в лучиках этого солнца заходящего. Быстрее бы лето, ребятки. Все лето будут дальше делать контент. Лето это хорошо, лето тепло, лето там... Знаете, можно ли... Входить в шортиках, а еще лучше смотреть на то, как кто-то ходит в шортиках. А конкретно девочки... Не, никакого подтекста, просто... Ну... Хей... Бля, поймали меня, да? Монолитовцы, походу, поняли, что дело нечисто. Вау, свободовцы заняли все-таки точку. Я ору. Тогда сейчас они начнут спауниться, потому что я нахожусь далеко, точка свободная. Они начнут воспроизводить себе подобных. Не знаю, каким образом они там размножаются. Как методом пучкования, методом призыва сатаны. Но они сейчас начнут появляться, да. Целые две аптечки. Ну да, но только не еда, блядь. Только не еда, смотрите. Да-а-а-а. Да-да-да. Я прям такое удовольствие от игры получаю. Ммм... Обожаю эту игру. Муа! Целую в обе щечки. Прошло немного времени, блядь. Сейчас уже 12 минут записи идет, я ору. Ладно. Прошло немного времени. И пришли все-таки свободовцы. Они тупо переместились как-то, я не знаю. Ну, короче, ДК энергетика, они захватили. Тут потом зомбированные что-то тоже позахватывали. Зомбированные у нас тоже нейтралы. Друзья нам, вернее, да. И как бы хорошо. Все, пусть захватили и захватили. Молодцы. А-а-а. Захватывают у нас. Затон. Да, но Затония не захватывают. Одну базу уже под контролем держат. Еще что-то там под контролем держат. А тут с цементного завода мы их все-таки выбили. О-о-о. Они еще у нас и тут, оказывается, что-то выбили. В Лиманске. Да, я не знаю. Мои какие-то глупые. Что-то они не шли, не захватывали госпиталь. Они туда вообще не идут, походу. Я хрен его знает. Ладно. Не захватывали и не захватывали. Молодцы. Кстати, где моя группировка? Хоть кто-то. Вот, самый ближний к центру. Это и свалка, либо, ну, темная долина. Замечательно вообще. Ммм. Слоу-поки наши любимые военные. Я вас люблю. А где это я? Я на данный момент нахожусь на Затонии. Почти полностью наши силы, наши совместные группировки контролируют его. Тут какие-то точки по окраинам остались. Их на самом-то деле очень важно захватить, потому что монолиты ссанные все равно лезут. Все равно что-то пытаются там захватить. В остальном же их больше нигде не присутствует, кроме центральной Припяти. Вот как выглядят карты, если кому интересно. На центральной Припяти что мы видим? Что мы видим? Монолитовцы контролируют точку ресурсов в стадион Авангард. В остальном же Припять почти полностью контролирует зомбированные. Это странно довольно-таки. Да, тут нас контролировали какое-то время назад свободовцы точку. Но их потом выбили, чего-то там не выбили. Теперь зомбированные тут все контролят. Это довольно-таки забавно выглядит. Что у нас тут? Как я и сказал, смотри, уже какой-то светофор прям разноцветный, пацаны. Тут у нас, ребята, кто-то куда-то чего-то там прется. Захватывают одни и те же точки в несколько человек. Там в несколько отрядов, да, вот аномалия котел. Зачем тут два отряда уже? Причем разных группировок. Это странно, не могут разные группировки одну точку контролировать. Но вот, видимо, могут. Ладно. Что? Пять точек осталось. Даже вот эти, скорее всего, сейчас захватят. Да, зато он северная дорога. И пора бы уже, ребятки, идти на ЧАЭС. Да, я, наверное, начну первый. Пойду туда в одиночку. Не знаю, получится ли это у меня. Ну, надеюсь, что да. Да. Ну, вы, конечно, монолитовцы наглые такие. Да, дурочки. Давай, пожалуй, сохранимся. А то еще не хватало мне слиться. И что, блядь, тут такое? Какой-то фон тут. Как будто бы сейчас выброс начнется. Надеюсь, что это не так. Мне не нужен выброс. Два человека. Кто? Где? Почему? Где? Опа! Папапапапапапапа! А? Подонок, ты где? Фух. Так, ладно. Одну точку зачистили. Ну и, в принципе, все остальные тоже зачистим. Вы не переживайте. Главное сейчас не слиться. Главное не слиться. Главное... А хотя время-то позднее. Смотри, надо до ночи успеть, да? Я бы не очень хотел ночью все это играть. Ай, снова у нас, короче, отбили точку. Тут только что мы держали точку. Ее отбили. Замечательно. Я надеюсь, сейчас туда кто-нибудь пойдет. Тут, короче, наши тоже как бы есть. Что-то я не пойму, куда они идут. Вроде Юг ЧАЭС подстанция. Вроде Север ЧАЭС большой какой-то там что-то генератор. Но, по факту, никто никуда не идет. Кстати, Сыч, оказывается, тоже продает детектор Сварок. Но только за 450 тысяч рублей. Но это есть ничего. Ученые, по-моему, за 300 тысяч в итоге мне продают. Ну, ты, конечно, жаба, слушай. Слышь ты, Сыч? Ну-ка, патроны мне продай, и я пошел отсюда. У него, наверное, и патроны дорогие очень. Так, я начал штурм второй части ЧАЭС. Первый мы вроде как контролируем. Ну, да, какие-то точки свободны. Но наши не особо-то и пытаются их захватить, да. Поэтому, чё? Чё я вам хочу сказать? Да, захватываем вторую часть ЧАЭС. Я думаю, что война... А вернее, ее конец... Да что же я, блядь, такой косой? Да, она близка. Он, чё, в костер сел? Посмотрите на этих придурков. Костер пытались зажечь. Ах, и в итоге у них ничего не получилось. Ну, довольно-таки вяленько и потихонечку и тихо, в принципе, продвигается захват ЧАЭС. Чё-то особо как-то монолитцы не сопротивляются. Они не самые сильные стоят. Мои тоже как-то не особо идут. Вот это, блядь, просто тут стали и стоят. Это прям напрягает. Я вам честно скажу, типа, пацаны, алло, вы чё не идёте? Отсюда вот только какой-то один отряд приводится на большой лагерь, я так полагаю, сюда, да. И хорошо, захватят эта база, как раз-таки начнут тут спавниться. Будем надеяться, что они побыстрее придут, а то мне уже скучно. Ва, тут установится, тут одному. Ах, вот и всё. Какое замечательное утро. 7.46 утра. Светит солнышко, очень приятно. Такая весенняя погодка. Ах, красота. Что мы имеем? Вся зона находится под нашим контролем. Ну, под контролем смешанных сил группировок, да. Ай, ням-ням-ням. Монолитовцы зашкерились в военной лаборатории внутри. И я думаю, что они там сдохнут от голода, потому что вход забаррикадирован. Выйти они не смогут. Мы заминировали вход. И они там подохнут. У меня нет просто кода, я не могу спуститься вниз. Но думаю, что мои, может, даже со временем найдут. Ребят, мы закончили, мы захватили всё. Ну, это, блядь, ну вы же не будете бомбить по поводу одной точки-то? Алло, пацаны, вы чё, дурачки, что ли? Это же одна точка санная, плюс это бункер. Я не могу туда проникнуть, вы чё, не верите? Я не знаю пароли. Я думаю, что на этом мы всё-таки завершили военную группировку. Все точки захвачены под наш контроль. Которые не захвачены, они пустые. Мы их обязательно ещё захватим. Таким образом выглядит карта. Вояки наши почти вообще не разрослись, да. Вообще, прикинь. Ой, ну ладно, ладно. Надо было сталкеров выбирать, я об этом не подумал. Тем более, смотри, тут почти всё в сталкеров. По итогу, да. Спасибо, ребятки, всем. Спасибо большое, кто следил за этим видео. За этим экспериментом. Я считаю, его выполненным. Мы замочили всё-таки монолит. Хоть на это понадобилось много времени. Но тем не менее, квест выполнен. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok